Народом, как и вам, не тщеславьтесь же, иначе. И вы призваны благодатью, предупреждены, а не сами пришли. Ну что здесь? Толковать все вроде ясно. Или еще что-то добавить, Игорь Тихонович? Вопрос один. Почему вначале больше полчаса ушло? Что случилось зря? С опозданием таким. Виноват. Ну, виноват это не все. А виноват-то в чем? Расскажи, чтобы мы подумаем и обдумаем, как, чтобы дальше этого не было. Что случилось? Забыл там, покусали тебя собаки или что? Да не забыл собаке это. А это первый раз такое случилось или бывало такое? Да бывало такое. Теперь, если такое бывало, возьми, запиши для начала. Евреям, 4 глава, 1 стих. Прочитаю слух. Евреям, 4, 1. Кто-нибудь прочитайте. Евреям, 4, 1. Посему будем опасаться, чтобы пока еще остается обитование войти в покой, его не оказался кто из вас опоздавшим. Слово «опоздавшим» во всей Библии, с неканоническими, встречается только один раз. И при том в отрицательном смысле. То есть этого нужно опасаться. Вот это здесь еще как-то поправимо, а на самом деле не так просто. Полчаса умножь сколько человек, и получится не один час. Сам себе пощады даешь легко, это нехорошо. Через кого я обратился, они дома молились, а его дома не было шофер. И вдруг одна из них видит видение на молитве. И Господь говорит, я повалю это дерево, а у него в это время там смертельная авария на дороге. И за что? За то, что, говорит, обещал и не выполнил. То есть опоздавшие. Опоздавшие, не успевшие. Они остаются за воротами. Так что это дело непростое. Нужно приходить раньше, хотя бы на несколько минут на 10 пораньше. А начинать нужно в один, ноль в ноль. Как немцы делают. Иначе мы все проиграем. Все, теперь пошли. Седьмой стих. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Столкование. Не просто всем находящимся в Риме, но возлюбленным Божиим. Откуда же видно, что они возлюблены из освящения, а святыми называют всех верующих? Прибавил же призванным, укореняя в памяти римлян благодеяния Божие и показывая, что хотя бы между ними находились и консулы, и префекты. Но Бог всех призвал тем же самым призванием, каким и простолюдинов, одинаково возлюбив и осветив вас. Итак, поскольку вы одинаково и возлюблены, и призваны, и освящены, то не превозноситесь над незнатными. И Господь заповедал апостолам, чтобы, когда входят в домы, это слово произносили первое. Брань, прекращенная Христом, которую породил для нас грех против Бога, была нелегкая. А мир тот приобретен не нашими трудами, но благодатью Божию. Итак, первая благодать, потом мир. Апостол молит о непрерывном и ненарушимом пребывании обоих этих благ, чтобы опять, если впадем в грех, не возгорелась новая брань. Далее цитата. «От Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Продолжается толкование. «О, как всесильно благодать, происшедшая от любви Божией! Враги и бесславные мы стали иметь Отцом самого Бога». Итак, «От Бога, Отца и Господа нашего Иисуса Христа, да будут у вас непоколебимыми благодать и мир. Они даровали их, могут и сохранить их». «Вопросы? Добавите что-то, Игорь Михайлович?» «Конечно». «Пожалуйста». «Не знает никого, в чем прощать, кого, особенно это наглядно прощенное воскресенье. Подряд каждому лезут, и я тебя первый раз вижу, в чем я тебя прощать могу. Что ты ко мне лезешь, за это тебя прощать? Ну, глупо все. И представь себе, пишет апостол Павел, господствующая церковь в Риме. Ну, не надо думать, что там люди все монахи были. Их и не было во сне монахов-то. И говорит, вы, святые, назови сейчас православный священник, не поверят. Скажет, баптист пробрался сюда. Святые, а дальше и избранные. Когда я сказал, что я знаю, мое избрание было из детства, как поднялись там священники, буря целая. Он говорит о себе избранные. Ой, беда какая. То есть, не верят в это совершенно. А ты почитай, что Господь говорит. Если ты много званых, мало избранных. Званные – это те, к кому обращено Слово Божие, слушали или не слушали. А избранные – тех, которых Он призвал, которым открыл, которые уверовали и святились кровью Его. Это каждому человеку верующему. По делам мы можем быть и не святы, но мы освящены Духом Святым. А мы-то кровью Его причисты. Тут православных вообще об этом речи нет. А то, может быть, на сто батюшек один об этом скажет, да еще с оглядкой, а то задолбят. То есть, совершенно создали другой менталитет православного человека. А обязательно, чтобы глаза были опущены дол и капуста в бороде. Ну, не годится это. Кого это может привлечь? А написано, праведник смел, как лев. Как орлы полетят и не устанут. Орлы. А тут даже ослами не назовешь. Это же все от нас зависит. Ты все да всем показывай. Иногда сектанты говорят, я был такой-то, я обратился так-то. Вот тогда я был там, и я услышал, дали Евангелие, и я вот теперь другой стал. Это мог сказать даже разбойник. Это мы привыкли, поменяй меня в царстве-то. А теперь-то он, когда воскрес, да разбойник, да весь в наколках, синий-то, и лицо все в наколках-то. Как бы на него посмотрели? А он святой. Шкуру эту уже не заменишь. Ага. В царстве небесном этого ничего не будет, если он покаялся. Вот нужно войти именно в структуру священного писания. Раз и навсегда перестать бояться слова «святой». А раз святой, поэтому ты будешь бояться греха. А я грешный, ну и вчера был грешный, сегодня подумаешь, там три-пять грехов новых сделал. Или со старыми не расстался. А если у тебя звание святое, смотри как, даже сыну, директор школы говорит, смотри, сынок, на тебя все смотрят, ты сын директора, как представителя, сын президента, а мы сын царя. Да, власть быть чадами божьими. Выше того, власть, не просто название, чада божьи. Я сын божий, я ему принадлежу. Ну, православные анафеми предадут за такое. А кого? Всех, которые так будут мыслить. Вот тут есть что добавить. Мы реально должны увидеть. И после разбора этой статьи, друг на друга посмотреть другими глазами. Кто уверовал, осветился Духом Святым. Принял троекратное погружение в крещение. Это святой человек. Он как будто народился сегодня заново. Он на все смотрит по-другому. Вот такой мой совет. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Восьмой стих. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Толкование. Вступление приличное душе Павла. Он и нас научает благодарить Бога, и не только за собственные блага, но и за благо ближних. Ибо в этом состоит любовь. Благодарить же не наземное и гибнущее, но за то, что римляне уверовали. А словами Бога моего показывает тогдашнее расположение Духа Своего, присвояя общего Бога Себе, как поступают и пророки, и даже сам Бог, называя себя Богом Авраамовым, Исааковым и Иаковым, чтобы показать свою любовь к ним. «Благодарить, — говорит, — надобно Иисусом Христом, ибо Он есть ходатай благодарения для нас к Отцу, не только благодарить научающий нас, но и произносящий наше благодарение к Отцу». За что же благодарить? За то, что вера римлян возвещается во всем мире. О двух предметах свидетельствует пред ними. И о том, что они уверовали, и о том, что уверовали с полной уверенностью, так, что вера их возвещается во всем мире, а через них получают себе пользу все, горя соревнованиям и подражаниям царственному городу. «И Петр проповедовал в Риме, но Павел, почитая труды его едиными со своими, благодарит за веру наученных Петром. Так свободен он от зависти». И вот слова проповедовал и наученных здесь выделено и почеркнуто. И вот волей-неволей вспоминаешь этот случай, когда сестра наша Нина Желнова переехала в Клочки, и там вот в храм ее не пускают, зима простояла на улице, даже на снег под ногами таял. И пускают в храм за то, что знаются с нами, как они утверждают, сиритиками. И говорят, отрекись от духовного отца, от Лапкина, тогда в храм пустим. Но не зависть ли это? А как она может отречься от духовного отца? Она через него веровала, получила веру. Здесь вот Павел благодарит, что Петр проповедовал. А там нет. Вот то, что она уверовала через Лапкина, ему завидно. Ты отрекись, тогда я тебя в храм пущу. Да куда же мы катимся-то? Кто же это с нами происходит, с православием-то, в нынешнем-то, сегодняшнем? Игнать Тихонович, добавите еще что-то на эту тему? По какой теме? Что ты вставил про Нину или то, что тут написано? Ну и про Нину, и про написанное, и вот в сегодняшнем положении. Один проповедовал, другой тут радуется. А у нас, и оповедующих сектантами клеймят их. Что же это такое-то? И когда это кончится, и кончится ли? Нет, не кончится. Мы считаем в житиях святых, вот Иероним Стридонский был у него, Дионисий Александрийский там, и об этом написано. Люди были настолько невежественные и тупы, что православных считали еретиками, а еретиков признавали православными. Это далеко от нас отстоит, очень даже далеко, 4-5 век. Так было всегда. Почему? Потому что дьявол ищет, кого поглотить в великой ярости, потому что ему немного осталось времени. Эти люди стали сосудами его, епископы, священники. Он хватает всех. Вот сейчас приехал тут епископ и никогда не встречался, не за это он тоже делает. А с этим священником он уже познакомился. Дьявол их сводит. Явное дело, что тут ничего божественного у них нет. Они ничего не могут показать. Они не могут сказать, подражай мне, как я Христу. То есть ничего, совершенно пустой полигон, пустое место. Было это и будет. И мы должны с радостью принять это. За это обещана награда. Если бы Господь сказал, никто вас не тронет, а кто тронет, вы пристукните его. Пойдите попу, морду набейте. Но этого нет. Ты только благодари. Не каждому это выпало. Поношение ради Христа. Нину не могли бы ввести. Я ей советую не заходить, пока он ее не реабилитирует перед всем народом. Били всенародно. Хотите тайно отпустить? Нет. Павел сидит. Нет. Он бы скорее вышел, только, дай Бог, ноги в руки. Нет. И они пришли, воеводы изменились и выпустили. Эта ситуация повторяется. Она несчастая. И чтобы так вот не пускать, я такого еще нигде не слышал. Это не пить имьян никакая, ничего. Она просто в храм. Она его духовным отцом не имела никогда. Он для нее никто. И храм-то ему не принадлежит. Тут все показано безумие на безумие. И чтобы мы знали, под их длань идти, быть с ними вместе, ну, позвольте, это значит отречься от самой истины, дабы вольно пойти в рабство человеку, который не знает пути истины. И вот ты прочитал это? Ну, апостол Павел прямо говорит, показывает, например, где он слово «мы» говорит, вполне понимаем о нем. И благодарение Богу, что он оставил нам пример свободного служения свободы. А они ее не знают. Рабы системы, винтики. Он бы был не такой, он бы отвечал не так. Ну, над ним другое. А как, если священник, то епископ его зажмет, сразу выкинет оттуда. Епископ боится синода. Синод боится патриарха. А патриарх вообще всех боится. У него охранников, только с одной стороны, семь человек насчитали. Так что ты, что имеешь, благодари Бога. Просчитал ты, подтверждение получил. Это правильный путь. Жить, как он повелевает. Все, пошли. Девятый, десятый. Сергей, я вот что хотел сказать. Мы когда вели занятия в университете, у нас было в первых числах мая, мы оставляли уже, все идут на дачи. Занятия окончились, потому что ходили в университет. Надо подумать как. В следующую пятницу меня уже не будет. Не в следующую, а через две недели. В следующую еще буду. Может быть, через неделю объявляй каждый раз, что занятия прекратятся до 10 октября. Лето. Заняты все. Так всегда было. И студентов отпускают. И ты распусти пасту свою. Ну, в конце занятия проголосуем. Нет, голосовать не надо. Ты просто дай объявление, и все. Голосовать не за что. Окончание в школе никто не голосует. Все знают, последнее занятие и на каникулы и дети кричат «Ура». Ты как власть имеющий поступай. Ну, я как власть имеющий могу продолжать занятия. Нет, не годится летом. Это значит, ты уже переборщил. Нигде этого не делается. Везде отпускают. Да. Даже в еврейских школах. И там отдыхают. Хотя дома они продолжают его учить. Как управлять миром. Ну, если в еврейских школах отпускают, тогда мне придется... Школы, университеты, академии, все абсолютно. Семинарии, все прекращают учиться. Хорошо. Девятый, десятый стихи. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь поспешила мне прийти к вам. Толкование. Так как Павел еще не видался с римлянами, между тем хотел сказать, что всегда вспоминает о них. То и призывает во свидетели того, кто знает сердца. Имеется в виду Бога. Заметь благоутробие апостола. Он всегда вспоминает о людях, которых даже и не видал. Где же вспоминает? В молитвах, и при том непрестанно. Служу Богу, то есть рабствую духом моим, то есть не плотским служением, но духовным. Ибо служение языческое есть плотское и ложное, а иудейское, хотя и не ложное, но также плотское. Служение же христианское есть истинное и духовное, о чем и говорит самарянки. Двоеточие цитата. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Читаем Евангелие от Иоанна, 4 главе, 23 стихи. Так как много есть родов служения Богу, ибо один служит и работает Богу тем, что благоустрояет только свои дела, другой тем, что заботится о странниках и снабжает вдовец, как поступали сослужители Стефана, а иной тем, что проходит служение Слова. Вот эти слова, опять же, выделены и подчеркнуты. То апостол говорит, цитируем, Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его. Выше он приписал благовестие Отцу, но это не странно, ибо Отцова принадлежит Сыну и Сынове Отцу. Говорит это, доказывая, что эти заботы необходимы для него, потому что кому поручено служение, благовествование, тому необходимо заботиться обо всех принявших Слова. Опять это вот, выделено и подчеркнутом, принявших Слово и служение благовествования. Теперь прибавляет, почему вспоминает о них. прийти, говорит, к вам, обрати внимание, как не любил он их, как сильно не желал видеть их, однако не хотел видеться с ними против воли Божией. Но мы или никого не любим, или если любим кого когда-нибудь, то делаем это против воли Божией, то Павел непрестанно молился о том, чтобы видеть их, что происходило от сильной любви его к нам, а что покорялся, а что он покорялся мановению Божию, это было знаком его великого благочестия. «Не будем скорбеть и мы, если когда-либо не получим просимого молитвы». «Мы не лучше Павла, который трижды просил Господа об избавлении от жала в плоти и не получил желаемого». Читаем во втором послании Коринфянам 12 глава 7-9 стихи. «Ибо это было полезно для него». Да, хороший пример, что если мы в молитвах чего-то не получаем, то знай, что это полезно для нас, это неполучение. Бог лучше знает, что нам полезно, а что не полезно. Ну, опять же, вот говорится здесь о служении слова. Вот Павел и любит их, и хочет прийти к ним, но здесь акцент делается на волю Божью. Да, любит, да, хочет видеть, да, прийти, но однако воля Божия, если есть на это, то приду и нам нужно всегда в молитвах говорить. Если живы будем и Богу будет угодно, вот, а как узнать, угодно Богу или не угодно? На молитве, на молитве и тихая венья ветра, мысль придет и подскажет, нужно тебе это или не нужно. Ну и Писание, конечно, в первую очередь. Ответ на молитве должен приходить из Библии, цитата, а не так, что вот мне Бог сказал и я теперь буду это делать. Тоже нужно быть осторожным. А Бог ли сказал? Потому что мы знаем, что дьявол является в виде ангела света. Здесь нужно быть осторожным. Потому что дьявол может сказать, что это воля Божья и вот давай вперед. всегда нужно свои дела и мысли и молитвы обращать к Богу, к священному писанию, к Святой Библии. Узнавать, что именно Бог говорит нам в Святой Библии. Молитва это разговор с Богом. А у нас вот принято после молитвы мы склоняем голову и говорим слушает и слышит раб твой. И примерно минуту такая тишина у нас и в этот момент приходят мысли какие-то. Ну не всегда они приходят. Бывает что Бог не сразу отвечает как написано по неотступности когда вот одна ну два жаловалась то и Бог приводит это в пример что вот она жаловалась так и вы непрестанно просите и будет вам. то есть не так что сразу помолился сразу ответ должен получить нет не сразу это бывает бывает спустя какое-то время даже немалое добавите что-то еще здесь Игнать Тихонович вопрос каждому проверить себя какое-то дело делаешь надо или не надо вопрос состоит а может и не надо успокоиться посмотреть так вот нужно под вопросики уметь ставить вот вопрос поставить такой что я ищу в этом деле духовного или телесного картошку сажать надо или не надо духовное там а что там духовного храм содержать тело свое тело того нет того нет и по миру пойдешь второе что я делаю это вечное или временное сам себе проверь временное но оно служит для вечного чтобы трудились своими руками дабы было еще уделять нуждающимся и вот такие вопросы нужно просто понимать что в них заключено и ты должен ответить четко ясно на бумаге написать и потом то что я делаю согласуется ли это с библией это уже третий вопрос согласуется ли со священным писанием что оно нам говорит значит тут нужно знать или иметь друга который знает что об этом говорит писание и последний вопрос то что я буду делать не будет ли это соблазном для других не повлечет ли это к греху хотя в самом деле нет ничего и когда ты увидишь все положительно на это требуется немного времени узнать если знаешь писание приступай помолять к Богу попроси благословения у Бога вот и все ты доверься Богу а ты уверен что нужны эти занятия каждый может книгу взять да прочитать но рассуждения этих не будет не будет и вот сейчас у нас здесь его называют как я не знаю председателем или как законодательного собрания Алтайского края Лор Иван Иванович и он как-то ехал по Теревку он по сельскому хозяйству был я дорога это ну чтобы не молчать охота поговорить а он хороший мужик такой я говорю скажите у вас какое образование он говорит ну я два университета кончил института а сейчас что а сейчас учусь говорит в академии в Москве я говорю а нельзя ли по книжкам то учиться чтобы тебе не ездить да вы что никак я могу задать вопросы кроме того что в книгах он человек этот практику имеет видите вот я это беру теперь к нашим занятиям я говорю а вы могли бы быть министром сельского хозяйства в России он говорит тяжело у меня знаний кое на что не хватает тогда еще такие были области что у нас тут не растет я говорю а могли бы вы взять быть ну не министром руководителем в Израиле в Таиланде он говорит да вы что никак а такие институты есть он говорит нету я говорю а в Стокгольме институт управления миром он не знает об этом председатель законодательного собрания да вы что я говорю да то что мы делаем пропускается пока до времени а потом все это под корешок подрубится институт управления миром миром а какой мир если кто знает вот Гитлер приходил он оккультизм много занимался искали Шамбалу дорогостоящие были экспедиции примерно столько сколько манхэттенский проект когда атомную бомбу готовили в Америке речь идет о громадной сумме все эти махатмы что они говорили и они пробивались шурфы разные делали пробиться к тем кто не называет которая внеземная цивилизация которые живут под землей ну что непонятно то кто под землей что внеземная цивилизация к вам сошел дьявол великой ярости я не на полном серьезе и почему Гитлер говорит застрелился если только застрелился 30 января потому что дальше вальпургевая ночь 1 мая шабаш ведьм чтобы ему в это время быть там и занять господствующее положение в этих шарастах Дарниила Андреева который пишет ну а огни йоги там подробно а нужно ли это знать не обязательно но проповедующий немного должен знать нам не обязательно знать глубины сатанинские и вот когда мы это видим и апостол Топаил это знал все и он нам дает сегодня совет как беречь надо тех которые уверовали полагая душу открывая им а бывает он поднимется против бывает бывает диатреф никого не принимает выгоняет и Иоанн пишет об этом третье послание Иоанна так что кажется маленькое послание только начинается а сколько мы увидели а почему он так борется это его дети я снова в муках рождения доколе вас изобразится Христос мука если женщина рождает сутки день то она близка к смерти а Павел рождал годами насколько это труднее он умирал буквально за каждую душу и вот теперь сравнись с тем что мы видим сегодня знают они это или не знают духовные руководители он никто через него никогда не приходил и поэтому как он поступает гонит это понятно это зависть сатаны он на него не имеет ничего он не понимает даже что делает хотя мы как-то с трудом переносим ну понимать надо что за ним стоит рогатый там шурик и давит его мы даже туда гнев направлять а не на человека и вот в малом мы увидели много и увидели себя я часто соблазнял не соблазнялся а ошибался думал вот такой-то такой-то я не знал степень его обуреваемости под дьяволом а дальше показало дело он совершенно невменяемый и у Сталина были такие же самые лучшие колдуны собраны шаманы и бубны все собирали а потом увидел что они уже под него подбираются он сразу казнил их всех и все и даже Блюнкина казнил это главный был который под видом монаха буддийского пробрался в Шамбалу то есть туда искал ну вот и все вы когда перечисляли вот эти пункты когда задается вопрос стоит или не стоит как поступить что я ищу временного или вечного земного или небесного что об этом говорит святая Библия а у меня в памяти еще говорили что об этом говорят святые отцы и что об этом говорит моя совесть совесть говорит совесть вот именно совесть и священное писание Когда говорим о Священном Писании, ясное дело, что с пробуждённой совестью, это в отдельный пункт можно выделить. И дальше не будет ли это соблазном? А, соблазном. Соблазном. Четыре пункта. Соблазном для других. Апостол Павел об этом заботился, чтобы не иметь нареканий от внешних. Даже я всё правильно делаю, а нам разрешено. Но, говорят, всё позволительно, но не всё полезно. Как люди смотрят на это? Что в той местности? Как они видят? Свинину ты никогда не ешь вообще, тем более среди мусульман. Не подавай ему повода. Они смотрят на это очень отрицательно и правильно. Мы-то не считаем за грех, а просто не полезно. И вот во всём этом мы должны увидеть замысел Божий о нас. Научиться давать совет, когда человек на всё отвечает прямо. Лучше всего это расчертить на бумаге, чтобы ты увидел, что за этим следует. Такие простые вещи. А есть вещи сложные. Жениться, не жениться. Переезжать, не переезжать. Менять работу – это не так важно. Надо планировать это немножко хотя бы. Да, вот сунулся туда. И что? Разошёлся. А сейчас ребёнок. И сейчас он не знает, где деньги доставить. Жена его трепет и правильно делает. Зачем же ты, я говорю, женился-то? Ну, что ты? Ты уже и забыл, как был с ней. А теперь корми ребёнка, а ребёнок ещё неизвестно, какой будет. И тебя на деле Божьем совсем нету. А вот это всё можно было покорить ради Бога. Хорошо, если человек остаётся один. Ты ему прямо наговаривай, нашёптывай. Ну, конечно, чтобы не согрешал. Ни словом, ни делом, ни руками. Вот тогда оно будет. И ты только с каждым днём, приближаясь к концу, будешь радоваться. Хорошо, что подсказали тебе. Ты свободный. Неженатый заботится о Господнем. А женатый тоже заботится. Ну, больше как угодить жене. Там Писание так говорит. Сегодня он ни жене, ни Богу, говорит, ни чёрту кощерга, ни Богу свечка. Вот так. Одиннадцатый стих. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему толкованию. Другие, говорит, предпринимают дальние путешествия для иных целей. А я для того, чтобы преподать вам некое дарование. Некое, говорит по скромности, ибо не сказал, иду научить вас, но преподать то, что я получил, при том малое и соразмерное с моими силами. Дарование, то есть, всё, что возвещают учители на пользу слушающим. Ибо хотя учительство и доброе дело, однако и добрые дела наши суть дарования, потому что для них нужна помощь свыше. Скрытым образом дал разуметь, что римлян надлежит во многом исправить. Поскольку же и это сказано очень сильно, ибо римляне могли сказать, что ты говоришь, уже ли мы колеблемся, кружимся и имеем нужду в тебе, чтобы стать твёрдо, то присовокупляет. То есть, утешится с вами. Смысл такой. Вы терпите много... Смысл такой. Вы терпите много притеснений. Почему же, почему мне желательно стало видеться с вами, чтобы сколько-нибудь утешить вас, или, лучше сказать, чтобы и самому принять утешение. Ибо тогдашние верующие, проводившие жизнь, как бы в плену, имели нужду в прибытии друг к другу, и тем весьма утешали друг друга. Значит, и Павел нуждался в их содействии. Немало, ибо он столб церкви. Напротив, дабы не выразиться резко и, как сказали мы, не огорчить их, выразился он, что сам имеет нужду в утешении их. Если же кто скажет, что в этом случае утешало и веселило апостола приращением веры в римлянных, то и такая речь будет хороша и видна из слов апостола. Верою общую, вашею и моею. В таком случае мысль будет следующая. «И я, видя веру вашу, утешусь и возрадуюсь, и вы получите твердость от моей веры, получив утешение относительно того, в чем, может быть, колеблетесь по малодушию». Но этого он не говорит явно, а как сказано искусно, подразумевает это. «Их комментарии на слова преподать, некоторые дарования, дарования – это все, что возвещают учители». Вот небольшой комментарий Игнатия Тихоновича Латкина. «В приеме в семинарию испытывают дарования в пении, в знании молитв. Во времена апостолов была другая шкала в определении ценности христианина». И далее идет цитата «Приподать вам некое дарование, дарование, то есть все, что возвещают учители на пользу слушающим». «Да, хорошее замечание, дарование, да, в основном, как человек поет, умеет ли он по-церковно-славянски бегло читать, а понимает он при этом что-нибудь или нет. Мне многие признавались, когда в храме читают, а понимаешь ли, что читаешь? «Да нет, говорит, не понимаю. Столько лет в храме на пиросе по-церковно-славянски читают и не понимают. Да батюшка наш, говорит, приду в храм. Уже столько лет он служит, и краем уха где-то там случайно, может быть, узнает, о чем речь идет. Вот Евангелие читают, да нараспев, да красиво, все это, вот, церковно-славянский язык певучий, там, все это, но непонятный, надо добавлять всегда, непонятный. Только где учи? Учил, но все равно непонятный. Почему бы на родном не вести? Сколько уже? Все переведено, сама Библия переведена, утверждена, все каноны переведены. Так, ну, вопросы по этому отрывку есть? Игнатий Тихонович, вы тогда скажите что-нибудь еще. Так, меня слышно? Слышно, слышно. Слышно, да? Игнатий Тихонович, слышите меня? Я слышу. Ну вот, о приеме в семинарию, да почему вот у нас вот такое дарование не проверяется, как дарование вот учительства? Вот, шестая глава, деяния апостолов. Вот весь экзамен, изведанных по всем делам, по жизни и исполненных Духа Святого. Вот такие должны быть те, которые раздают хлеб, которые священники, которые патриархам. А в патриархе как избирали? Чтобы не меньше 25 лет у него было административной работы, обязательно академию закончил, чтобы высшее образование, чтобы у него там защищено было, ни одна мысль не родилась, а своя. Он в системе в обойму заложен. И вот его тогда патриархом изберут. Значит, тут ни Петр, ни Иоанн, ни рыбаки, они не подошли бы. В патриархии их бы не избрали. Никого. Какие условия-то ставят-то? Которые совершенно не евангельские. И вот, чего мы хотим спрашивать? А почему они так рассуждают? Не духовное рождение коснулось, а только телесное. И поэтому из них спрашивать нечего. Нечего. Ну, а могут ли пробудиться? Молимся каждый день. Это главное. Возрождение свыше. Преображение души. Они этого не знают. Не знают, иначе бы они так не поступали. А вот они начинают что-то дробить епархии. То есть административную работу. Сделать теперь ордена новая. Теперь Даниила Московского. Канонизировать. Привести пояс мощи. То есть всё внешнее. И притом это ничего не даёт, кроме того, что человек ещё дальше становится от Бога. Нужно одно – знать Бога. Прославить Бога. И душа должна возродиться и трепетно слушать сказанное. Павел далеко за полночь продлил слово, и юноша Евтих упал. А наш, может, Евтихий никогда не просыпался. Кто его знает. Я не говорю про кого-то конкретно, но вот так, однако. И что можно сказать, когда они евангельский путь избрали? Я вот к истинному православию, материал у меня в книге, я собирал около 40 лет. И в конце подвожу итог, что если сравнивать со Священным Писанием, то создана новая религия, не имеющая отношения практически ни в чём со Священным Писанием. А у Ниеми, считаем, они считали и добавляли толкование, дабы народ понимал. А сегодня даже не касается. Четыре замка накинули на Евангелие. Четыре. Считают далеко в алтаре. Задом к народу. Второй замок. А кому Евангелие написано? К народу? Если от Бога письмо нам Евангелие, то Бог нам говорит. Только нараспев гнусавый. И обязательно церковнославянский. Что спрашивают-то? А почему так? Ну так, принято. Он дальше ответить не может ничего. Репин нарисовал картину, протодиакон написал и подписал рёв, зёв и лупоглазие. Ну, картина, она так и называется. Диакон, протодиакон, рёв, зёв и лупоглазие. Больше ничего и нету. Он орёт, стоит. Он сказать-то ничего не может. Он как будто заблудился где-то. Это у Якуба Колоса в Ростынях написано. И диакон начинал тихо, говорит. О-о-о-о, как будто бы шмель в дупле. И в конце ревел таким голосом, как будто первый раз на пастьбу выгнали с деревенского быкопроизводителя. Лицо делалось красным. И, казалось, ещё немного. У него или пуп оторвётся, или он сделает то, что в храме делать нельзя. Ой, Господи, прости. Так его же учат этому. Вот теперь и разбирайся. И как они восстают, когда я говорю, как надо-то? Ясно дело, что не сходятся. Согласно этой-то норме, они никто. Раньше 30 лет рукоположенные. Ну, там нарушение на нарушение. И он, может быть, и благодати уж давно не имеет. А только об этом подумаешь, и страшно делаются. Такие открываются грехи, о которых даже и говорить стыдно. А они, говорит, стыдятся ли это? Я вчера только слушал разговор по телефону записанный. А один там правого сектора, кажется, и разговаривает с патриархом Денисенко, Филаретом. Он под Анапимой. А он ему говорит, вот тот, говорит, знаешь, в Киеве сожгли, убивали там это, в Одессе. Я не могу ничего сделать. Так на испыть-то ходил, ходил, говорит. Но душа болит. Ты не должен думать. Да ведь же убил Голиапа. Ты должен радоваться. Он опять ему говорит, вот там и убивали, и там юноша один. И он, говорит, совсем даже никакого отношения не имел. Ну, нам надо было, ну, я его убил. И вот он передо мной стоит, и это все на телефон записано. Это не подыгрывается где-то. А патриарх убеждает. Так это, не надо об этом думать. Бывает всякое. Поэтому, ну, помолись и дальше иди убивай. Патриарх-то. Ну, разве может он? Поехал в Америку просить оружие, чтобы русских убивать. Главное, русских убивать. А сам тут и митрополита получил, и все. А потом поднялся. Он думал, патриархом его изберут. А его не избрали. И он как с ума сошел. Вот и все. Ни гордыня, ни прелесть. А если я скажу, что надо всем покаяться, веровать в Евангелие, гордыня, прелесть. Я говорю, об избрании надо позаботиться. Гордыня, прелесть. Ну, с апреля. Ты спроси у любого, у молотобойца, в кузнице работает. Профессиональная болезнь какая? Он скажет, какая. Человек работает в шахте, силикоз легких. У священника какая? Тромбоз. Вены вздулись, лопаются. Почему? Стоит на месте. Почему тромбоза у моего отца не было? Он 40 лет был пастухом. Он все время в движении был. Одноруйки с фронта. Покалечены, изорваны. Ноги шевелятся. Вот и все. Они не прекрасные ноги, гнилые ноги. А как прекрасные ноги благовествующих мир на горах Израилевых. Благовествующих благой. И они не могут ни одного стиха разобрать. Вот вчера мне подкинули этот ролик один. Отец Геннадий Фаст. Это, я думаю, один из самых лучших священников. Из немцев. Менонит. Обратился к Богу. И вот он разъясняет Аввакума. Вы дома откройте. Пророк Аввакум. Третья глава. Там всего три главы. Ну, если кто не считал никогда, я просто могу просчитать. Вот. Книга Пророка Аввакума. Вот, смотрите. Третья глава. Господи, услышал я слух Твой, второй стих, и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Соверши дело Твое среди лет. Лет. Годов. Лет. И дальше запятая. Среди лет яви его. Чего? О чем говорит? И он разъясняет. И настолько разное толкование. Пятнадцать толкований у святых отцов есть. Я ни одного не отвергаю, но как я понимал, когда первый раз просчитал, как понимал. Я сегодня это все сказал, завтра будет в утреннем отчете, который за день у меня был. Вы заходите на наши эти ролики, как отчет, события дня какие были. Я подробно расписываю это в двух вариантах. Одни говорят, соверши дело Твое, даже в переводе дается, среди животных. Среди животных. Среди животных яви его. И это тоже нельзя отталкивать. Так как среди животных? Как? И отец Геннадий подробно все объясняет, в каком переводе, на каком языке. Он магистр богословия. Бывший преподаватель Томского университета. Вот немец Менонитый обратился в моем доме. Он к Богу пришел. И он везде все это вспоминает всегда, как это было. И вот это тот может сказать. К нему можно обратиться. Это Абакан город, Хакасия, храм Константина и Елены. Вот я просто, к примеру, сказал Аввакум, третья глава дома. Почитайте сегодня. А завтра заглянете, где я его объясняю. Какие варианты? Я считаю, святые отцы очень глубоко раскрыли. И так, что даже и не запомнишь, о чем они говорят. Может, попроще. Я это попроще объясняю. Объясняю то и другое. И животных, и этих, среди лет. Все понятно. О чем речь идет? Ну, то есть, самым понятным образом. И любой, кто будет читать, он поймет. Это великий дар искусства. Самое сложное сделать простым. Потому что Писание написано не только для богословов, но и для простых людей. И сегодня талантов таких нет. Они, наоборот, все зашифровываются, зашифровывают. И не поймешь, о чем. Ну, прямо сказать, перед Христовым началом служения, перед ним был Иван на Иордане. А нет ничего. Выносят Евангелие, а перед ним идет там какая-то служка со свящей. Вот свяща означает притечу Иоанна. А Евангелие, где дьяка несет, это явление Христа. Другого объяснения-то нет. Ну, а зачем это все мимикрию такую заводить-то? Почему прямо-то не сказать? Надо расшифровывать, наоборот. Вот эти слова, которые в Писании, в толковании теперь говорится о проповеди, о необходимости знания Библии, я взял на себя эту миссию. Впервые я почувствовал крайнюю необходимость. Выделить эти слова и дать дополнительное разъяснение, комментарии на них. Сколько нападок было, сейчас утихло все. Уж сколько меня разбирали в разных-разных, там и в Почаево книги мои, и везде, и кончилось ничем. Сколько в епархии, в цензорские отделы, в миссионерские, Дворкина подключили. Он там занимался. Нигде ни одного звука нет. Когда я задал вопрос, а почему не отвечать, мне один кто-то ответил, это они что, говорят, самоубийцы разве? Вот и ответ. Ответ. А почему вы говорите? Внутренняя потребность, необходимость, чтобы народ понимал. Понимал. А раз понимает, он будет любить Бога, славить будет. Ну, не любит Бога, не любит пасту свою. Ну что, продолжим? 12-13 стихи. Так, Сережа, как раз сейчас прошел. Сейчас прошел, да? Да, сейчас прошел. Ты вот это опоздание, дай как-то объяснение народу, почему было. Это не пропускай так мимо. Это сложный вопрос. Это вот как раз и покажет, как мы верим. Просто необходимо. Народ ждет это, чтобы этого не было. А занятия провести еще не больше трех. В следующей неделе и на следующей только в среду. Простите по-хорошему. Без руганий. Ну и все на этом. А дальше уже к 10 октября ищите. Может быть, где-то отдельно каждый начнет занятия вести. Потому что больше девяти уже лица не видать, только картинки видать. До девяти тянет эта система. Видишь, они как сделали. А она может тянуть больше, если заплатишь. Но мы обойдемся без этого. У меня хорошее известие поступает. Люди говорят, мы с сыном, бываю с мужем. И вот сегодня, завтра я это озвучу, одна душа зашла. Я там была там. Радонеж там разный. Но только наткнулась на ваши ресурсы, на наши. Я теперь нигде не бываю. Только здесь спасусь. И мне сколько людей об этом говорили уже. Почему? Потому что не то, что таланты какие-то особые здесь. Просто здесь говорится в свободе духа. Где дух Господень, там свобода. Богу дать свободу. В духе истине. Попутно дальше не остановились. Это Иоанн говорит. В духе истине. Ну а в духе истине как это? А что, пророки не в духе? Да, не в духе, но не в истине. А у нас и в духе, и в истине. Да как так? Пророк, что Иоанн Богослов, притейший Господень, Иоанн Креститель тоже не в истине? Нет, конечно. Ни Исаия, никто. А не в образах. В образах ягненок. Он видел Агнца. А мы видим в самой истине. Истина. Он говорит, я есть путь истинный, и жизнь он пришел. У нас уже этих образов нет. В образах. Как теневая сторона была. У нас и духовно понимаем это, и в самой истине. Мы не покупаем ягнят, не режем их. И кровью, не его ягненка окропленная, а кровью единородного Сына Божия. Единого вечного Агнца. Священника по чину Мельхоседека. Ну, теперь вопросы переключи. Я хочу... На картинках. Вот Наталья из Германии. Она здесь, нет? Одна картинка только. Да, да, я здесь и кнат-ти кнат-ти кнат. Здравствуй. Коротко скажи. Благодарность Богу у тебя? Там тебе ничего дома-то? Ну, тяжело сказать. Бывают и дни похуже, но в молитве пребываю. Все равно надеюсь, что Господь не зря это мне посылает. Да. Чтобы через это пройти. Ну, вот о чем мы говорили. Теперь я ролик выставил. Видела? Нет. Ну, посмотри. У меня вдруг пришла Наталья, еще одна из Германии, вторая. Ты у меня идешь под номером один, а она под номером два. Да. Ну, хорошо. Потому что называли вас по самохотению. Я в своей жизни ни разу, ни в армии, ни в техникуме, нигде не натолкнулся на Игнатия. Мне не пришлось никого по имени звать Игнатия, не говоря там Тихонович. Видите как? Потому что называли по календарю. Вот как? Вот у нас здесь был богач когда-то, большой промышленник, золото добывал, серебро в царское время. Демидов. И Демидовы дома остались, Демидовские заводы. А как его звать? Мало кто знает как. Акинфий. Он царю известен был. Тут и пушки отливали, как на Урале. Тут все было, видимо. Акинфий. Ну, где Акинфий ты встретишь сегодня? Нет. Видишь как? А вот у матери, она одна такая была, у ней было 10 сыновей, муж, 11 мужчин ушли на фронт, и ни один не вернулся. Это только у одной женщины. Ну, три, вот у моей бабушки, три сына ушли, не вернулись. А здесь 11. И что она перетерпела? И приняло правительство, видимо, решение поставить ей памятник. А как ее звать? Эпистемия. Эпистемия. По одному имени ты уже запомнишь. Вот эпистемия одна такая многострадальная, потерявшая, как Йов праведный. Ну и вот такое. Даже это и то называть надо, выпрашивать у Бога. Какой день? Ну, то есть, надо везде-везде подключать разум и совесть. И все, что было по Евангелию. Темные были мы, скаюсь. Конечно, эти ошибки сейчас не вернуть. Конечно, бы сделалось по-другому. Да, да. Ну, так и все, я отошел. Сергей, говорите, у кого вопросы? Пожалуйста, задавайте вопросы. Время вопросов. Так что, Сергей, не будет больше занятий, да? Нет, занятия будут до 8 июня. Последнее занятие будет 8 июня. Еще будет 3 занятия у нас. А почему откладываем? Почему откладываем? Ну, Игнать Тихонович говорит, что летом обгороды все заняты. А, да. И, ну, везде так принято, что летом каникулы. Все отдыхают, студенты, все дома, сами занимайтесь. А 10 октября, 10 октября, с 10 уже смотреть, когда будет среда. Не теряйте. За лето приобретайте еще, чтобы люди были. Может, кто-то отдельно откроет себе курсы такие. У нас занятия-то легко идут, потому что книги изданные, изданные по святым отцам, трехтомник. Это вообще чудо. Трехтомник, который мы издали, трехтомник. Каждый том 752 страницы. Подобного издания, чтобы в полноте, с толкованием даже на откровение, 430 страниц только толкования, за 2000 лет не было ни в Восточной, ни в Западной Церкви. Наш труд супер уникальный. По восьми параметрам. Впервые он вышел с иллюстрации. Ни с одной, ни с двумя, а 240 цветных иллюстраций. Лучшего иллюстратора Библии Гюстава Доре. Вот как. И притом в полный лист. Никаких каемочек. Сколько потратили время, три человека раскрашивали. Да. Ну, точно. Спасибо Христос вам за эту книгу, за Евангелие. Да. Наши. Все время получаем вот благодарность за книги, которые люди получили. Мне надо написать президенту, считает он или нет. Вот я посылал подарок. Как видели, в библиотеке у Путина стоят мои книги. Ну, еще вопросы? Так. Поступил... Я тогда просьбу опять выражу, чтобы в молитве принесли. Я потерял главного спонсора, ну, помощника в деле. Закрыли предприятие. Они куда-то перевели в другой город или что надо найти, я не знаю. Они помогали мукой, крупой, маслом, то есть для детского лагеря. И сейчас никак. Одному сказал, он ни слова не говорил, сразу четыре мешка сегодня привезли сахару. На себя взял. Такие люди. Надо поискать по городу, Сережа, заехать за мной, поездить. Где муки можно выпросить? Выпросить. Потому что мы занимаемся детьми. Ну, что тогда, в понедельник? Надо в понедельник поехать. Дело в том, что одна какая-то Буранова, фамилию Валентина звать, и она заехала однажды в лагерь, прошлые еще годы было, и столько привезла, дорого-дорого заплатила. И что, шоколадки разные, там, ну, мермоладки. Я говорю, зачем же это нам? Нам нужны, ну, овсянка, горох, чтобы детей-то накормить-то. Она говорит, я уезжаю. Она этим торговала. Было покушение второе, говорит. И пуля ударила, у нее иконка была здесь на груди, и ударилась в икону, железная икона, и отрикошетила. И она уехала жить в Германию. И попутно ехала на машине, нам все это скинула. Нам нужны продукты простые. Такие, как мука. А у нас две русские пищи. Все там. Так. Так, Сергей, не забывай, тебе в аэропорту встречать. Десятого. Уже данные я тебе скинул. Он на тебя должен был позвонить. Позвонил? Да, он позвонил, и в скайпе вот я его принял. Все. Теперь везут ребенка из Канады. Тебе тоже встречать надо будет. Да и можно 30 июня будет он. Но это между делом. Помолитесь, прошу всех, чтобы заболела у нас тут Юля. Она была всегда тут, нет ее. Третьякова? Третьякова? Как ты заболел. Ты помнишь? Да. У тебя был конфликт с человеком с одним. И тут у тебя сразу прежняя болезнь дала метастазы и пошло вспухать у тебя. И ты кинулся в город. А я тебя удержал и сказал, не надо, шею длинный воротик, закройся от солнца и попроси у сестры прощения. Ты так и сделал, молодец. И у тебя все сразу пошло на убыль, и ты остался живой. Так было? Было так. Истинно так. Истинно так. Видишь как. И все нам на пользу. Теперь этим примером мы другим показываем. Врачи резать начнут. А там, может, и не надо было. Мне много операций. Не много, но было. Иногда жалеешь. Можно было без операции обойтись, говорят. Да, я попутно добавить. Мне когда операцию делали, у меня злокачественная опухоль была. А перед этим, перед операцией у меня было слезное покаяние в храме. То есть я, ну, каялся в грехах своих. А после операции хирург мне рассказывал, мне говорит, никогда такого не было, чтобы я за два дня до операции брал анализы, раковые клетки были. За два дня. Или там, ну, незадолго до операции. То есть обычно берут тунцию такую и смотрят, есть раковые клетки или нет. Но если есть, делают операцию, там все. Вырезал. И потом думают, дай-ка я посмотрю то, что вырезал вплоть на анализы. Не было раковых клеток. У меня, говорит, никогда такого не было. А потом, спустя какое-то время, опять они появились. То есть у меня покаяние было неискреннее. То есть я просто испугался умирать. Думаю, как, говорится. Господи, если жив буду, брошу там пить, курить, там все это, анекдоты такое есть. А потом, когда смерть миновала, ой, ой, дурак, ты что, что я по пьяни-то наговорил? Такой опять в грехи тяжкие человек впадает. То есть Бог показал, что, явно мне показал, либо ты меняешь свою жизнь и остаешься жить, либо я тебя убью. То есть это мне четко, явно было показано. И гнев Божий, и милость Божия, и она безгранична. Я благодарю Бога и за вас, Игнать Тихонич, и за слово, которое... Надо помнить, что это от Бога. Мужик не может поставить, и говорит, Господи, дай мне где-то машину поставить. И смотрит в пустое место. Ладно, Господи, не надо, уже нашел. Слава Богу, Господу. А там у нас сестра, моя родная сестра, а двое ребятишек. И они молятся об отце, а он в дальнем путешествии, дальнобойщик-то. Ну и встали на колени и молятся. А девчонка-то, видит, отец пришел, она приезжала, не надо, не надо, папка уже на кровати лежит. Они молятся, сохрани его в пути. А уже не надо, он дома лежит. Надо научиться Бога благодарить всю жизнь, что у тебя было. Я вспоминаю попутно сказать, босиком всегда. А бывает большая труба, ее пополам разрезают, ну и запаяют с двух сторон. Труба-то она твердая такая, там может быть миллиметра три. Это, ну рваная сварка, это какое, края-то. И льют воду, там скотина пьет. И я встал ногами, на край, который ноги режет, на ноге. А заливаем флягу, и ребенок стоит, и лошадь дернула, и фляга упала. Если бы она упала прям сантиметр, она упала и ударилась сверху, ну она отрубила бы ногу-то мне. Да я по сегодняшний день помню, как это было. Я увижу, что это ангел. Ангел отвел на один сантиметр. Уже ничего не надо. Осталось целое. Я пощупаю ногу. Целое. А на фляге-то такой вмятина. Она упала и крышкой там вниз опрокинулась. Полная воды. Полцентера. Ой, как? А другой раз на коне ехали, а запрек. Ну, жил у нас один такой. Дал коня встречать, а я встречаю женщину с грудным ребенком-то. А запреки у него слетело, ну, развязалось все, хомут. И он на одних вожжах. Я уперся. А рядом сидит юноша, к крещению готовится немец. А там впереди-ка откуда-то машин много было-то. Увидели, мы крещим, а он махом и несется, и мы в телеге. Они бросились на перерез ловить-то. А я натянул и, не доезжая до них, остановился. А юноша и говорит, а я, говорит, сидел спокойно. Я знал, говорит, раз вы с нами, ничего не случится. Я говорю, вот тебе, у меня у самого такой веры нет. Нет, Бог помог, да? Ну, да. Но я им о Боге-то рассказываю. У них такая мысль, что раз со мной Бог, это, конечно, здорово. Но я говорю, у меня, подумал только, у меня у самого такой веры нет. Что если я тут, то ничего не случится. Но ничего. Господь укрепляет. Надо научиться. Разошли. Раз уж мы говорим о благодарности. Мне тут сосед говорит, что ты, говорит, после работы в храм заходишь, в выходной храм ходишь. А вот я говорю, Бога благодарю. Он говорит, что ты так много нагрешила. Вот согрешила и туда и ходишь без конца. Я говорю, благодарить Бога надо уметь, надо ходить в его дом. А он мне говорит, нет, наверное, ты много грешишь. Вот как враг делает людям, как нашептывает. Раз он ходит в храм, значит, она грешит. Он говорит, ну, зачем ты так его без конца беспокоишь. Я говорю, ну, тебе нельзя, мне можно беспокоить. Ну, как ты что скажешь, если человек не верит? Я слышал такой пример один. В Мекке, где мусульман главная святыня поклонения, как гроб Господень. Один человек уборкой занимается. И кто-то зашел, ну, сразу видно, что человек непростой. Одетый по-простому, но непростой. И он там подошел, спросил там Мулуликова, а что это за человек такой? О, это человек особый. Он миллионер. Он где-то в Индии или где. У него, говорит, целая серия гостиниц. И он каждый год дает оброк. Очень много денег привозит. И один месяц работает дворником, уборщиком в мещете. Для Аллаха потрудиться. Каждый год. Ну, разве нам, например, а у нас сейчас работать в лагере необходимо с детьми, не знаю, Елена. Собирайся. Да. С 10 июня. Спасибо, Сергей Игнатий Тихонович, за доверие. Я попробую, у меня там отпуск есть, но у меня, видите, у меня всего на две недели дается. А потом надо будет выйти, а потом только еще на две недели. Потом Райхан приедет вот у нас, Раиса будет. Вот как-то наберем мы команду-то все равно. Ну, я еще подумаю, как помолюсь, конечно, все это мне надо. Еще огород у меня здесь надо посадить. Мы занимаемся каждый день там Словом Божьим, вы знаете. Каждое утро. Евангелие с толкованием. Кроме того, воскресенье занятия. Каждую неделю два раза на богослужение. Ну, то есть у нас там полновесно идет и отдых, и занятия. И, кроме того, еще и интернет работает. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Игнатий Тихонович, вы говорите, там сапоги надо резиновые, а у меня их нету. Калоши пойдут? Не пойдут, конечно. Ну, потому что пора все ходить. Тогда придется тебе прямо по дорожке ходить. Может, что-то найдем. Потому что тут, когда... Там трава высокая. Если у тебя, ну, в калоши будут мочить ноги, я думаю. Ну, что-то там можно будет придумать. Потому что по траве не надо ходить. Потому что трава расистая или после дождя, чтобы нога была сухая. И мы советуем обувь хотя бы на размер больше, чтобы шерстяные носки надеть. Ну, нету, значит, нету. Если они вам там не нужны, специально не покупай. О, у нас-то здесь жара всегда нет. Ну, понятно. Ну, у нас здесь другая обстановка. Вот так. Ну, все, вопросов-то нету, ничего. И жопу здоровья там. Господь усмотрит. Усмотрит жертву себе. Ну, если вопросов нет, Сережа, распускай нас. А то мы далеко зашли, мне идти надо убирать. Я один тут. И сейчас картошку не садил, одну тыкву насадил. 26 гнезд. И вот я над ними тешусь. Поливаю, да пропалываю помаленьку. Ну, есть вопросы? Понятно. Вроде нет, да, нет. Ну, тогда молимся. Благодарим Бога. Песня. Песня. Новый Иерусалим, слава Бога, склоня О Тебе, Масия, лекунь не веселится сегодня Ты же чистая красавица Богородица Аллах, Санья, Рождества Твоего Отец наш небесный, любящий Создатель Благодарим Тебя за прошедшее время, как Ты дивно хранил нас И позволил нам соприкоснуться с священной книгой Святой Библии Все слышно, помоги нам воплотить в жизнь Быть Вадимом и Духом Божьим За все славословить Твою дивную милость и долготерпение Если в чем мы погрешили, Ты прости нашу немощь и исправь И на врагов возри, не дай желаемого им возле Положи на сердце делать добро, и в судный день не помяни их безумия Благослови правителей, сохрани их от покушения на них И дары духовное рождение Духовным руководителям, папам, патриархам, епископам, священникам И распусти нас с миром Тебе Божья слава, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Спасибо, Христос Спасибо, Христос Спасибо, Христос Спасибо, Христос Продолжение следует...